Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда война закончится? Когда закончится война? Одни жируют, а простой лед просто-напросто забирает. Вы как в кабаки зайдите. Зеленский хочет отвоевывать территорию, а украинцы хотят мира. Когда закончится война? Я у вас какая-то думка. Когда закончится война? Война, когда закончится. Нам предлагают на самом деле 100 тысяч долларов. Ну, дойдем до Москвы, как будут нас сильно доставать. Через год вернитесь на этот рынок, на этот же рынок, и спросите через год. У нас закончится скорость. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, друзья, я Татьяна Комарова. Ребята, у нас практически год назад вышло видео, которое называлось «Кто хочет продолжение войны?» В Украине. Да-да-да, мы живем в Украине, мы живем в Киеве. И мы пришли на рынок и вот сняли такое видео. Достаточно много было комментариев до этого, перед выходом этого видео, что Зеленский тянет страну в войну, а народ боится что-то сказать, и народ против. Да, что люди устали, что хотят прекращение войны любой ценой. И вот мы пошли и спросили людей, хотите ли вы прекращение войны любой ценой. И вот что нам тогда ответили люди. Не хотелось бы, потому что очень много людей уже погибло. Этого всего уже не вернув. Детей сколько погибло. Наши женщины насиловали. Не хотела бы. Заодно бы, что всех убивать надо. Хочете мирных переговоров, скажите? С Россией? Да. Ні, взагалі ніяких. А я больше можно говорить с такими видео. Чтобы выгнать цю нещисть, мы сгідно без води и без седла сидим. Только чтобы выгнать. Я тоже так считаю, барюки. Вы так думаете? Конечно. Да? Конечно. Если бы вам домой пришли, и у вас отбирают одну комнату, вы будете как с ними переговоров везти или выгонять? Если у вас поняття за перемогу, то мы за перемогу. Понятно. То есть подписание мира народу Украины, вот вы в частности, и вы против? Я против. Какой же может быть мир, когда столько людей погибло? Все равно добро должно победить зло. Ну не может быть такое. Я уже просто устала плакать, честно. Такое вот мнение, что люди, да, действительно готовы сидеть там без света, без воды, готовы там как-то отказывать в еде, в каких-то развлечениях, в модной дорогой одежде, в путешествиях. Опять, да, и все-таки ждать победы. И сейчас, вот через год, нам писали просто, через год вернитесь на этот рынок, на этот же рынок, и спросите через год. И вот мы решили сделать такое видео и посмотреть, вот через год поменялось ли мнение людей. У нас такой импровизированный рыночек. Не, рыночек очень хороший, очень недорогой, очень как раз прикольно. Долго ждать, да? Да. До окончания войны долго ждать? Да. Чтобы война закинчилась любой ценой. Ну конечно, конечно. А любой ценой? Любой. Не, не, смотря есть акции, любой. Не, любой. Не, ну вот уже подписали мир, отдали области вот эти вот оккупированные. Нет. Нет? Нет. То есть нужно воевать, отвоевывать? Думаю, да. Понятно. Мое мнение так. Чувствуете усталость от войны? Очень. Все чувствуются? Очень чувствуется. Я думаю, это все чувствуют. Как вы гадаете, когда закинчится война? Закинчится. Чем больше будет давать оружие нашим військовым, тем быстрее, что у нас закинчится. Потому что нас разорили Януковичи, все таки были руководители армии. Уничтожили под нуль. Ага, понятно. А как вы гадаете, я сейчас по-русски спрошу. Ну, у вас есть такие знакомые, которые вот за прекращение войны любой ценой? Ну вот что вы? Не, за прекращение любой ценой. За мир подписать, чтобы пересидать просто? Не, потому что люди гинуть. Не любой ценой. Нет, я имею в виду, чтобы отдать территории вот какие-то, чтобы подписать. Не, отдать территории ни в коем случае, потому что россияне будут дальше лезть не только до нас, и Евросоюз, и ту же Америку, везде будут. Один такой повод дай, они не управляемые люди. Тут торговала девушка, которая с нами разговаривала, но ее тут сейчас нет, закрыто. Нет, закрыто, да. Скажите, пожалуйста, как вы догадаете, когда закинчится война, есть у вас какая-то думка? На жаль, я ничего не могу сказать. Не можете сказать? Все зависит от наших збройных сил Украины, которым мы очень благодарны. Мы делаем видео, у нас смотрятся из разных стран, поэтому мы российскую спрашиваем. Вам кажется, что нужно идти на переговоры, чтобы быстрее война закончилась? И отдавать какие-то наши области? Отдавать территории? Нет, ни в коем разе. Ни в коем разе, да? То есть это не Зеленский так хочет, это мнение людей, правильно? Да, но никто не хочет отдавать наши земли. Знаете, по статистике Google Trends, Ну, то есть самые популярные поисковые запросы вот в интернете. Сейчас на первом месте стоит запрос, когда закончится война. Ну, наивный, конечно, запрос. Кто на него может сейчас ответить, я не знаю. Ну, во-первых, ни один военный аналитик, я думаю, не в состоянии предсказать, что будет дальше. Ну, вы даже по примерам истории можете посмотреть, кто ожидал. Даже по примерам ближайшей истории. Ну, кто ожидал вот эпидемию коронавируса в течение двух лет? Ну, да, потом она как-то резко закончилась. Потом как-то резко закончилась. Совершенно неожиданно началась. Кто мог предугадать взрыв Чернобыльской АЭС, например? Потом, если вы вспомните историю диктаторов и воин, Чаушеско. Что с ним было с Чаушеско? Режим Чаушеско на самом деле пал за 10 дней. И вот диктатор коммунистический, которому аплодировали, которого поддерживали большинство населения, его поддерживало, его боготворило. Потом восстание, армия перешла на сторону восставших, и через 10 дней его расстреляли в солдатской уборной. Милошевич, который оказался в Гааге, вот, на секундочку. Кто мог, допустим, предполагать с Пригожиным? Вот год назад, вспомните, что было с Пригожиным, что было с ЧВК Вагнера? Они успешно воевали, они себе брали Бахмут, они себе брали Солидар. Они были такие герои, и потом вдруг, не прошло и полгода, Пригожин убит, его самолет сбит, объявлен предателем. Ну вот, кто мог такое предполагать? Ну, поэтому говоришь, ну вот, то, что война, которая сейчас идет, ее как раз многие предполагали, что она будет. Мы не хотели в это верить, что она будет. Но вот там как раз люди многие предполагали. Война это идет, к сожалению. И когда она закончится, тоже никто не знает. Она закинчится скоро. Это надея еще у нас закинчится скоро. Надея, ну да. Это же разные речи, там, думка, что надея. То есть вы уверены, что она скоро закончится? Или чувствуете? Или чувствуете? Мабуть, я чувствую. Да? Что скоро закончится? Я думаю, что да. Ваши слова, да богу, буш. Ну, так и мое быть. Мы же молимся за это. Вона быстрее закинчила, чтобы наши хлопцы уже прекратилось это помирание наших людей. Вимирание нашей элиты молодой. Да. И не только молодой, и даже среднего века. Сейчас уже много пошло на войну. А у вас есть какие-то знакомые, которые считают, что нужно подписывать мир, соглашаться, только чтобы прекратить войну? Я понимаю, а что нет, я понимаю. Я тоже таких просто не знаю. Поэтому я спрашиваю, есть ли у кого-то такие знакомые? Нет? Важаю. По-перше, я взагалі и не спілкуюсь на эту тему ни с кем. Это так. Там, что где подивилась, там, где что почула. Доброе. Доброе. Дякую. Ну, я думаю, что будет все доброе. И скоро все это закончится. И мы начнем уже дихать и на повне гуды. Дай Боже. Дякую вам. Дякую вам. Думаю. А там уже как... Как бог даст. Кстати, вот такая вот штука, да, 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 по поводу того, что может быстро закончиться. Масса есть примеров. Вот когда неожиданно заканчивалась в один день, точно так же так и началась. Ну, дай Боже, знаешь, что все же так приготовишь, это будет тянуться бог знает сколько времени. В истории есть, а по поводу того, что тянуться бог знает сколько времени, я хочу сказать, на самом деле нужно настраиваться, что это будет долго. Тогда оно легче воспринимается. В концлагерях ломались первыми кто? Кто думали, кто думали, что завтра, кто думали, что это закончится, вторыми ломались те, кто думали, что это навсегда. И только те люди выживали, которые психологически настраивались вот на длинный марафон. Вот поэтому лучше всего, понятно, что все устали, понятно, это, ну, не такого человека в Украине, который не был бы вымытанной войной. Это правда. Но на длинный марафон настраиваться, это с психологической точки зрения, мне кажется. Ну, правильно, да, это правильнее. Тем более, неожиданный такой ответ у девушки, я прям аж обрадовалась, настроение повысилось. Скоро все закончится. Ну, реально, это же непредсказуемые вещи, это же не в том смысле, что это может быть там 100 лет, это может быть вечная война, или это может, я не знаю, там, следующим летом вот какая-то вот дата, вот это какие-то провидицы. Даже аналитики, аналитики примерно, вот если вы хотите узнать какую-то там ситуацию внешнеполитическую, внутриполитическую, они все примерно говорят одно и то же. Ну, все примерно они говорят одно и то же. Ну, я сейчас не беру пропагандистов, которые, кстати, с позиции Украины, что же есть такое? Что мы промогаем, мы промогаем, понятное дело, все идет по плану, не по плану идет, ни у них, ни у нас. Ну, это правда. А как вы думаете, когда война закончится? Если все пойдут на нее воевать, а не так, одни жируют, а простой лед просто-напросто забирают. Вы в кабаки зайдите, посмотрите в ночные клубы. Ну, это я согласна. Вот так вот. Когда все будут, как во Вторую мировую, независимо, сыну Черного, сыну этого, тогда все мы победим. Вопросы есть? Да, еще один есть вопрос. А стоит ли подписывать мир на вот каких-то, ну... Нет, только то, что сказал Зеленский. Те территории, которые были до 14-го года. До 14-го года? В смысле, 91-го? Да. До 14-го года. Понятно. Спасибо вам большое за ответ. Хорошего дня у меня. Давно в Египте были? Смешная такая штука на ответ. Давно в Египте были. Так сказал, он тоже будет наш. Потому что... Смотрите, желто-блокитные цвета. Маечка египетская. Еще хочу сказать по поводу предсказаний, по поводу того, что нам пишут. Они нам предлагают на самом деле 100 тысяч долларов. Ты в курсе? За что? Нет. Короче, написал человек очень длинный пространный комментарий, что он на тысячу процентов уверен, что максимум через 3,5 года все вот эти вот области, которые объявлены российскими Россией, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская, что Украина подпишет соглашение, что эти области являются российскими. Так за что он нам хочет дать 100 тысяч долларов? А вот 100 тысяч долларов он хочет дать нам за то, что если через 3,5 года такого не случится, чтобы мы сказали в нашем видео, выпустили по поводу того, что мы брехушки в Ируси. У них есть такое любимое слово, но это типа выродки российские, знаешь, вот они так называют украинцев, выруси. Первый раз слышали. Постоянно пишут в комментариях, да, вырус. Ну, типа выродок, выблядок, извините, вот такое. Вот они такое вот придумали на украинцев, они нас так называют. Вот, чтобы мы записали вот такое вот видео, и в течение 5 банковских дней он нам переведет на счет 100 тысяч долларов. Через 3,5 года, да? Через 3,5 года, ну, максимум он говорит. За что я ему написала, что если бы вы были человек, способный заработать 100 тысяч долларов, вот даже мошенничеством, даже обманным, путем все равно для этого нужно иметь мозги. Вы бы не писали такие длиннющие, и длиннющие такие простыни, просто под роликами каких-то киевских блогеров, реально. Потому что у вас бы тупо на это не было времени. Потому что вот у меня, например, нет времени шариться по Z-каналам в YouTube. Да, и писать какую-то ахинею. И писать там какие-то, да, бредятелки какую-то. Да, потому что, ну, как бы, если люди делом заняты, им, в общем-то, не до этого. Поэтому 100 тысяч долларов у него нет, это точно, абсолютно. Ну, вы понимаете? Ну, решил написать, да. Да, решил написать, что вот это вот максимум 3,5 года. Вот это вот о предсказателях. Слушайте, а как вы думаете, война когда закончится? Ой, не знаю. Это очень сложно сказать про это. Хочется быстрее, это все, ну, не знаю. А стоит подписывать вот мирное соглашение, какие-то компромиссные, тики... Ну, они же не идут на наши уступки, а мы же свои не будем отдавать. Вы считаете, что не треба отдавать? Ну, стики хлопцей влягло, за что они лягут. Не, мы спрашиваем для наших зрителей. Мы это добре разумеем, но нас смотрятся люди из многих стран, и им важно знать, это Зеленский так хочет, или народ. Вот мы пришли до народа. Народ. Понятно. Народ. Среди ваших знакомых есть кто-нибудь, кто считает по-другому? Среди моих нет. Скажите, будь ласка, как вы думаете, когда война закончится? Не знаю, я думаю, весною. Весною думаете? Ну да. А что мама так думает? Это просто вычивает? Нет, ну, трошки потянемся, трошки научимся отбивать, трошки. Я думаю, что весною. Нам будем это пережить, а там что-нибудь наладится. Да, зиму пережить, но мы победим, это 100%. Скажите, а у вас есть знакомые, есть какие-то знакомые, у которых другое мнение, которые считают, что нужно подписать мирное соглашение, отдать территорию, лишь бы закончить войну? Есть такие знакомые? Нет, таких нет. Ну, то, что вы так не думаете, это понятно, и знакомых нет, да? Таких и знакомых нет, мы все верим, что будет перемога. Таких знакомых нет. Каким мирно с кем? Нема с кем там мириться. Нет, нет, это даже не обсуждается. Просто наш канал смотрится из Европы, из Америки, и где-то пишет из Европы, из Америки, что это так хочет Зеленский, а народу стало от войны и хочет переговоров. Зеленский в нас молодец. За нас все, мы переможем все-таки. Мы переможем. Мы же украинцы, мы же такие, молчимом, молчимом, но если нас тронуть, так мы, как дам АБ... Я не хочу, но дойдем до Москвы, как будут нас сильно доставать. А как вы думаете, когда война закончится? Ну, думаю, что быстро должна вообще-то закончиться. А вот что такое быстро для вас? Сколько оно тянется, больше, чем полтора года? Ну да, вопрос, конечно, интересный, но мы, конечно, хотим, чтобы оно побыстрее, но это же не от нас зависит. Вы же понимаете, но мы хотим, чтобы побыстрее. Ну, сложно вам сказать, да? Ну, вы надеетесь, что-то или чувствуете, или думаете. Мы чувствуем, что вот хотим, да. Что уже недолго мучиться, да? Да, чтобы недолго, чтобы побыстрее. Потому что это уже так затянулось. Устали, да? Устали. Очень устали. Очень. А скажите, а вот стоит, вот если вот так долго тянется, 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 стоит идти на какой-то компромисс, подписывать что-то, отдавать территории, только чтобы закончилась война? Как вы думаете? Мое мнение, наверное, не стоит. Я не знаю. Нужно отвоевывать, да? Да. Да. То есть это ваши... А у вас есть знакомые, которые говорят, что типа, да давайте любой ценой, давайте им отдадим все, что они хотят? Нет. Нет таких знакомых у вас? Нет таких знакомых. Как думаете, когда закончится война? Вот как вы думаете? Я надеюсь, что в 2024 году точно закончится война. Хочется в это верить. В 2024 году? Так. А у вас есть какие-то знакомые, или вы, может быть, так считаете, что нужно подписать мир, только чтобы это все быстрее, и неважно на каких условиях, отдать территорию, вот ту часть, идти на какой-то компромисс? Нет. А есть у вас такие знакомые, которые так думают? Ну, дякувати богу, нет. В общем, конечно, не все люди хотят отвечать, но сейчас так же нам... В общем, подошли к женщине, она вот тоже торгует на рынке, я, причем, эту женщину хорошо помню, этот рынок недалеко от моего дома, я сама часто у нее что-то покупаю, она очень такая общительная, неприятная, обаятельная. Такая позитивная вроде, да? В общем, задали этот вопрос, который всем задаем, она говорит, ну, вот не надо именно меня об этом спрашивать. Она сразу начала плакать. Она сразу начала плакать, говорит, что вот мотежене, у нее убили сына, зятя, еще кого-то. Я уже все-все-все, я дальше уже не расстреляю. Дальше уже мы говорим, боже, извините, пожалуйста, вот, ну, действительно, вот такие вот вопросы. А там были они глава сельсовета, но в первую же очередь расстреливали на оккупированных территориях, если ты глава сельсовета, то все, ну, как бы, шанса выжить у тебя нет. И у нее расстреляли, а там мотежене, ну, рассказывали люди, там были и братские могилы, и все. И там в первую очередь, конечно, расстреливали тех, у кого там, кто когда-то воевал в 14-м году, мужчин, ну, такого призывного возраста. И, конечно, местную власть. Сразу ликвидируют местную власть при оккупации. Вот так же спросить не вышло. Нам вот часто говорят, что мы живем в Киеве, что в Киеве в последнее время редкие обстрелы, у нас мало тревог, что у нас, как бы, такая нормальная, спокойная, мирная жизнь, что у нас все хорошо. Ну, как у нас все хорошо? Ну, что же, очень сильно переживаем. И то, что, конечно, произошло в Харькове, вот, это просто в голове не укладывает. Это кошмар. Это Харьковская область, и там 51 или 52 человека, я уже не помню по свежим новостям, погибла, ну, за один раз. Это один удар крылатой ракетой «Искандер». И я вот просто новости сегодня смотрела, но это смотреть спокойно просто невозможно. Вот стоит девушка, она говорит, я была на занятиях, начались обстрелы, а будешь ли мне звонят родители? Она говорит, я вот думаю, чего вдруг родители не звонят? У меня погибли родители. Она стоит много часов, и вот там вот комментарии идут, и она говорит, она просто вот не шевелится. Она даже не плачет, она просто вот так вот стоит. Стоит женщина уже такая в возрасте, говорит, погибла дочка, погиб зятик, погибла невестка. И вот тут тоже, вот люди стоят несколько часов и не шевелятся. Вот такое вот происходит. При этом это же кафе, это кафе, это поселок Гроза, и там на момент вот этой вот попадания ракеты Искандер, там всего жило 300 человек, из них больше 50 погибло. А вообще, если брать от всего населения города, 15%. Причем там не было никаких стратегических объектов, никаких заводов, просто обычные, мирные, ни в чем неповинные люди. Так мало того, это же знаешь, еще какое светлотатство, ну то есть это поминки. Вот человек умер, и собралось много людей помянуть умершего. И вот такое, ну и вся семья того умершего, значит, тоже погибла. Там погибли, погиб сын, погибла его жена, родители, бабушки, дедушки, ну в общем, короче, вся семья. Там фотографии, я сегодня увидела тоже в одном из телеграм-каналов, я увидела фотографии, вот собрали вот мобильные телефоны вот этих вот погибших людей, а телефоны звонят. Вот только звонят, а трубку уже никто не возьмет. В общем, это вот такая вот. Ну и вот что, как вообще выжить в этой ситуации, в той ситуации, в которой мы все живем, то, конечно, мне кажется, намного легче выжить, если все-таки кому-то помогать. Да, помогая другим, спасаешься сам. И вот по поводу помощи, хотим вам сказать, знаете, это в какой-то мере даже можно расценивать, как встречу с подписчиками на нашем канале, в общем. Потому что в нашем театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, это метро Левобережная, где мы с Таней работаем, 28 октября с 14.00 до 17.30 будет проходить такая благотворительная ярмарка, ну вот как бы это сказать. Ярмарка, не ярмарка, ну в общем, там будет очень много разного, разного интересного задумано. Да, будет такой вот, ну сможете пообщаться с артистами. У нас в нашем театре работает очень много известных артистов, вы их узнаете. Сможете пообщаться там наши подписчики с нами, там будет фудзона, там можно будет купить какие-то там интересные вещи, будет аукцион. Аукцион вещей, да, вещей вот артистов или вещей, допустим, там из спектаклей, вот какого-то там Антонова. Я думаю, что там будет интересно, вы там получите кучу позитива, потому что за эти два с половиной часа, я думаю, и там будет аукцион. И, кроме того, это мы собираем, мы просто знаете, на ВСУ, непонятно кому, непонятно что. Мы собираем для наших ребят, которые вот сейчас на фронте. Вот у нас вчера... Да, наши ребята, наши артисты. Да, и один из наших артистов. Вчера я его увидела в театре, вот он вернулся. В отпуск. Да, отпуск. Не на всегда вернулся, дальше идет у него. Да, до 17-го часа. Друзья, хочу вам напомнить, что наш театр, театр драмы и комедии, едет на гастроли. Едет на гастроли Кривой Рог, Днепр, Кропивницкий и Полтава. Ну, к сожалению, в Харьков невозможно сейчас поехать. В Харьков невозможно поехать. Ну, сами знаете, что сейчас в Харькове творится. В Харькове запрещены все массовые мероприятия. Там ничего не проводится. Там дети учатся в метро или онлайн. Ну, в общем, такая история. Поэтому мы должны были ехать в Харьков, но не поедем. Не разрешают город администрации играть спектакли. Поэтому еще раз повторяю. Кривой Рог, Днепр, Полтава и Кропивницкий. Это 17 по 20 октября. Сколько так и Корсиканта. А 28 октября мы вас ждем на ярмарке. Встретитесь с нами, запишем видео, поможем нашим ребятам, которые на фронте. Ну, в общем, запишите себе эти даты. Приходите. А по поводу того, знаете, нам могут разное сказать. Нам могут сказать, допустим, вот вы спрашивали на рынке, вы мало достаточно людей просили, это не вся Украина, это не репрезентативно. Хочу вам сказать, что даже если вы будете ориентироваться по мнению своих друзей на фейсбук, это тоже не будет репрезентативно, например. Вот сколько у тебя друзей? Ну, больше двух тысяч, где-то так. Вот даже глядя на мнение ваших друзей на фейсбук, конечно, это не будет тоже репрезентативно. Потому что сколько в Украине живет, и сколько ваших друзей. А опять же, друзья, это, ну, по принципу, знаете, общие интересы, там, чинят. Все-таки чинят на рынке, это хорошо. И вот, допустим, вот я хочу узнать, вот не по своим друзьям фейсбук, а, допустим, я хочу узнать настроение украинцев. Что я делаю? Есть наши телеграм-каналы, куда заходят практически все украинцы, ну, 90% украинцев. Это телеграм-каналы, где пишут об обстрелах, о тревогах, там читают все, летит, не летит, Киев, Харьков, Днепр. Ну, то есть, где-то можешь узнать, ну, просто, большинство мнений людей, большинства. Большинства, да. И вот я смотрю на официальную какую-то, и они там публикуют, не только же сирены и тревоги, публикуют в том числе и новости. И вот я смотрю на какую-то новость, причем на каналы большие. Каналы, допустим, миллионники, там где по 5 миллионов, там где по 10 миллионов. И смотрю, вот новость, и смотрю на реакции людей, внизу же мы видим реакции. И смотрю, что если есть 72 тысячи одобряющих смайликов, то это уже, значит, это большое количество людей, это мнение людей. Да, поддерживают вот эту вот данную новость по поводу там дачи оружия, по поводу еще чего-то. И вижу количество людей, которые не поддерживают. Я понимаю, что могут заходить россияне, но россияне там постоянно не сидят, потому что им наши обстрелы, им наши сирены, им наши тревоги, это им все равно. А вот это обычные украинцы просто. И смотрим просто на реакции. Это реальное мнение украинцев. Вот то, что вы видите в этих телеграм-каналах, куда заходят 90% украинцев. И вот это вот мнение точно можно считать репрезентативным, я считаю. И по поводу вот этого вот рост пропаганды, что на самом деле это Зеленский хочет отвоевывать территорию, а украинцы хотят мира и все остальное. Ну, это же мы понимаем, сколько всего льется из рост пропаганды. Хочу тебе сказать, что боевые комары уже, в общем-то, померкли. Путин заявил, что самолет прибожено, никто не сбивал, что это они сами понабивали, значит, обдолбали с наркотиками. И, значит, начали бросаться, видимо, ручными гранатами, потому что Следственный комитет провел экспертизу, и у них в телах обнаружены фрагменты ручных гранат. Ну, это вообще-то надо вообще-то, как вообще такое можно говорить? То есть люди сами себя вот встали в самолете, бросали, или кидаться гранатами. И он говорит, что очень жалко, что они провели наркологическую экспертизу и экспертизу на содержание алкоголя у них в крови. Ну, то есть намекая на то, что они просто понабивались, и стали шевеляться гранатами в самолете. Вы понимаете? Но тут же я зашла, значит, на телеграм-канал Играйзон, потом Кепка Пригожина, ну, которые официальные каналы Пригожина, и почитала там этот визг, оскорбленное, значит, достоинство. По какому-то Пригожину, он же там его защищал. Защищал, говорил, что... Герою России, там, отвоевал земли какие-то. Пригожин взял. Был за Путина. Бахмет. Солидар, Северодонецк, Лисичанг, сам Вагнер, это Уткин, имел шесть орденов мужества. Шесть. Потом их объявили предателями, потом после этого. Потом Путин же... Потом убили. И потом нагадили еще сверху. Ну, вот, вот, вот такое вот. Поэтому, Таня, про боевые комары, это вообще ерунда. Это вообще ерунда. Ну да. И при этом, вот, меня поражает, что вот люди это хавают. Вот серьезно. И вот они это хавают. Мне интересно, до какого абсурда еще дайбут. Вот это просто... Ну, как бы, надо подумать еще, подвигаться немножечко в эту сторону. Мы не придумаем. Я даже не хочу о них вдуматься. Я хочу, чтобы поскорее, действительно, война закончилась. Закончилась нашей победой. Но, ребята, давайте будем в это верить. Мы в это будем верить. И обязательно победа скоро будет. И война скоро закончится. Ну, люди же говорили на рынке. Они чувствуют нормальные, простые, хорошие наши люди. Вот поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Наши видео выходят в понедельник и в четверг. Мира всем. Пока. Пока.